МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Сейчас я вытащу кляп, развяжу руки, а ты покажешь, где деньги. Кивни, если понял. В доме. В доме деньги. Вставай. Иди медленно. Сделаешь резкое движение, пристрелю. Давай не останавливайся. Быстрее. Мужик, ты давай это, слышь, ты не умирай. СТУК В ДВЕРЬ О, черт. 5 ноября 1981 года в сарае на собственной даче под Краснодаром убили заведующего швейной мастерской Василия Макарыча Боброва. Нашел тело убитого и вызвал милицию сосед из дома напротив. На место преступления выехал оперативник майор милиции Угрюмов. Вся дача Бобровых, включая нежилые постройки, была перевернута вверх дном. Видимо, преступник искал что-то очень ценное. Недалеко от тела погибшего остался четкий след права в ботинка убийцы. Такой подошвы не было ни в одном милицейском каталоге. Чтобы понять, что это за обувь и кому она принадлежит, майору пришлось поломать голову. Похоже, у них тут тайник был. Похоже на то. Внизу частично грунтовый настил. Убийца на нем нам просто шикарный след от левого ботинка оставил. Так, след от мужского ботинка примерно сорок пятого размера. Подошла рифленая, ботинок, скорее всего, армейский. Судя по глубине отпечатка, можно предположить, что... ...убийца средней комплекции. Определенно могу утверждать, что смерть наступила в субботу. Если точнее, то вчера часиков в пять вечера. Огнестрельное ранение в ногу, пуля застряла в кости. Входное отверстие в голени есть, а выходного нет. Подожди. Так он что, от огнестрела умер? От такой раны не умирают, это факт. Хотя, вскрытие покажет. Мне сказали еще раз к следователю зайти. Да-да, я сейчас выйду. Жена убитого Галина тяжело приходила в себя после новостей о смерти мужа. Ну что, вы немного успокоились? Мы можем поговорить? Василий Макарович уехал на дачу один. Я осталась в Краснодаре. К нам в гости из Анапы племянница приехала. Поверить не могу. Вася был таким добрым, таким хорошим. Он всем помогал. Да кто вообще такое сделать мог? Преступник здесь что-то искал. Скажите, где вы храните деньги и драгоценности? Золотые украшения и деньги мы с мужем хранили не на даче, а в квартире в Краснодаре. Все в сейфе под замком. В субботу вечером я положила туда свои серьги, но не очень дорогие, чтобы не потерять. Так там все было на месте. А в сарае под полом что вы хранили? Что мог искать убийца? Да понятия не имею. Я вообще не знаю, что можно искать в этом сарае. Там только старые вещи да посуда. Ну хорошо. Галина, расскажите, что вы делали в субботу? В субботу. В субботу целый день провела с племянницей. Это дочка моего старшего брата Коли. Гуляли по городу, а потом зашли к моей младшей сестре Зине. Так хорошо посидели. А ваш муж, получается, не захотел провести время в семейном кругу? Вася очень любил племяшку. Но в этот раз он сказал, что у него какие-то... Скажите, может быть он договорился с кем-то здесь встретиться? Ни о каких встречах он мне ничего не говорил. Но знаете, я в последнее время заметила, что он какой-то обеспокоенный. Обеспокоенный? А чем не знаете? Не знаю. Валентин Николаевич, идите сюда. Извините. Что у тебя? Товарищ майор, тут вот интересный блокнотик обнаружился в Боброво. По записям в блокноте Угрюмов понял, почему Галина не спешила посвящать его в семейные финансовые дела. Напротив дат, которые обозначали закладку денег в тайник, стояли огромные суммы. Угрюмов подсчитал, что в общей сложности в сарае у Боброво хранилось около 100 тысяч рублей. А блокнотик-то действительно интересный. Да. В одном ящике лежали новенькие джинсы, в другом джинсовая ткань и фурнитура. А Бадерпеш это у нас оказывается. Производством и сбытом вещичек занимался. Вероятно. Видимо, это его и погубило. Вполне возможно. Кто-то узнал, что он при деньгах и решился на разбой. Василий Бобров работал заведующим швейной мастерской. Никакой продукции его предприятие не производило. Занималось ремонтом одежды. Хотя на его даче нашли 60 метров джинсовой ткани и фурнитуру марок Монтана и Леви Страус. При средней цене на импортные джинсы в 180-200 рублей на даче Боброво была заготовка на 11 тысяч. Уже не оставалось сомнений. Убитый был так называемым цеховиком. Дельцом, который, используя мощности веренного ему предприятия, получал гигантскую выручку. Пулю, которой ранили Боброва, извлекли из кости жертвы и передали на экспертизу в лабораторию. Вывод обещали предоставить на следующий день. Зато были готовы результаты вскрытия. Бобров умер от болевого шока. Не выдержало сердце. Это еще раз подтверждало предположение Угрюмова, что преступник не хотел убивать заведующего. Он знал, что Бобров занимался незаконным производством и рассчитывал безнаказанно его ограбить. Угрюмов навел справки в БХСС и выяснил, что заведующий, мастерской Бобров, проходил свидетелем по делу начальника цеха швейной фабрики «Раздобудька». Тот продавал налево сэкономленную на производстве ткань. Тогда в адрес Боброва никаких подозрений выдвинуто не было. В мастерской, которой заведовал Бобров, майора Угрюмова встретила закройщица Варвара Соловей. Здравствуйте. Здравствуйте. Майор Угрюмов. Очень приятно. Уголовный розыск. Мне необходимо осмотреть кабинет Боброва. Проходите, пожалуйста. Вы знаете, товарищ милиционер, сегодня утром к нам приходили какие-то два подозрительных... Оперативник уже понял, что в мастерской не все чисто. Он хотел получить как можно больше информации. Ну, не охрану же вам давать. Единственный выход – это как можно скорее найти убийцу. Я все расскажу. Только вы, пожалуйста, никаких мер ко мне не применяйте. Я всего лишь исполнитель. Два года назад Василий Макарыч вышел на начальника цеха фабрики «Раздобучка». А тот экономил ткань, списывал ее. А Василий Макарыч по дешевке скупал. А мне говорит, а ты лекала сделай по импортным образцам. Я все сделала. Так у нас и открылось подпольное производство. Ну, мастерская работала в обычном режиме. Мы индивидуальные пошивы делали, ремонт населения. Ну, все как обычно. Только люди чуть больше работали на пошив джинсовой одежды. А Василий Макарыч ее оптом сбывал. Очень интересно. А проверки у вас бывали? Да, проверки были у нас. Даже следователи с сотрудниками общались. Ну, знаете, такое объяснение складывалось, что Бобров знал об этих проверках заранее. А люди просто ценили его очень. Он всем давал возможность заработать. У нас черная зарплата была в 10 раз выше официальной. Поэтому язык за зубами держали. Хорошо вы здесь устроились. Угрюмов заметил чемодан от Нагана Смирнского. Это оружие считалось спортивным или учебным. Это что? Так это Василий Макарыч с собой на тренировки брал. Он что, стрельбой увлекался? И почему оружие в цеху? Значит так, чемоданчик я забираю. До свидания. Да, всего доброго. Это чемодан от Нагана Смирнского из кабинета Боброва. В нем масло для смазки, шомпул, ерш, но самого оружия нет. Пуля, извлеченная из кости жертвы, была как раз от патрона 5,6 на 15,6 миллиметров. Именно такие используют в Нагане. Среди вещдоков, собранных на месте преступления, была еще одна существенная улика. След от ботинка убийцы. В Советском Союзе производство обуви было стандартизированным. Таким образом, все модели, которые производились в стране, криминалисты собрали в один каталог. Но в нем не было нужного варианта. Угрюмов понял, обувь, вероятно, импортная. И подал сразу два запроса. Один во внешэкономторг, второй в Министерство обороны. По словам жены и коллег Боброва, он уже больше 20 лет тренировался в обществе ДСААФ. Майору позвонил тренер Боброва Андрей Нагорный. Встретиться с ним Угрюмов поручил оперативнику Марущенко. Стрельбу окончил. Молоток. Все как всегда. Десяточки. Моя школа. День добрый. Добрый. Оперуполномоченный Марущенко. Оперуполномоченный Сулыма. БХСС. Нагорный. Тренер по стрельбе. Чего же я вам звонил? А вот, на прошлой неделе у нас был один инцидент. Миша был свидетелем. Рассказывайте. Да, так вот я ему и говорю, что с тренером по борьбе кто может спорить только? Тренер по стрельбе. Вась, ну ты и подонок. Мне Люська рассказала, что ты послал нас куда подальше. Со своими людьми так не поступают. Неужели я много прошу? Не для себя ведь прошу. Неужели не ясно? Я не могу. Ты не понимаешь. Да это ты не понимаешь. Сам в хоромах живешь. А мы что, в однокомнатной квартире уйтиться должны? Я тебе помогал? Предупреждал? О проверках узнавал? Мною интересуется. Так пусть ко мне обратятся. Я многое тебе рассказать могу. Заткнись, придурок. Сам заткнись. Тихо, тихо, тихо. Сдохни. Таких как ты убивать надо. Тихо. Да так и сказал, убивать горит за это нужно. Я поначалу значение словам не предал, а теперь задумался. А у Боброва был свой наган Смирского? Нет, оружие мы выдаем только здесь и домой выносить не положено. Пройдемте. Все сдают оружие в несгораемый шкаф. И Бобров как и все сдавал. Так а чемодан из-под Смирского у Боброва нашли? Я вот не пойму одного. Зачем наган хранить в одном месте, а чемодан в другом? Бобров с юности любил оружие. Давно купил все для чистки. Любил, так сказать, повозиться. Ну, вы же сами знаете. Главное приготовить. А уже выстрел это розочка на торте. Я прошу прощения, мужики, мне пора. Служба зовет. У нас все как в аптеке. За каждым тренером закреплено свое оружие. Так а за Рыбником какое оружие было закреплено? Наган. Можно взглянуть? Да, конечно. Калибр пули, которые ранили Боброва, подходил под один из пистолетов инструктора Рыбника. Один сдал. А второй Рыбник еще субботы не сдал. А какой адрес у Рыбника? Через час инструктора по стрельбе Олега Рыбника доставили в отделение милиции. Наган нашли у него дома. Оружие конфисковали. А, здравствуйте, Рыбник. Здравствуйте. Вот ребята знакомые, новую игрушку подсунули. Глупость, конечно, по мне. Но затягивает, говорят, развивает логику, мышление, память. Кстати, о памяти, Рыбник. Вы почему оружие не сдали? Я первый раз в жизни не сдал оружие. Устал, как собака. Будто поленился ехать в субботу до Саафа. А сегодня уже вечер понедельника. Неприятности начались. Не до того было. По словам тренера, в субботу он ездил на соревнования по стрельбе в Сочи. Поехал на своей машине, о чем потом пожалел. Из-за сильного дождя добирался в Краснодар тяжело и домой приехал поздно. Где вы были в субботу с 15 до 19? В пути. А не долговато ли вы добирались, Рыбник? Может быть, в пути подбирали кого? Или ГАИ останавливало? Но по словам Рыбника, в дороге он ни с кем не пересекался и попутчиков не брал. Так что подтвердить его алиби было некому. А вот это и плохо, Рыбник. Потому что именно в это время убили Боброва. Это совпадение. Ничего себе совпадение, Рыбник. Первый раз в жизни вы забываете сдать пистолет и в этот же вечер стреляют в Боброва. Да, я был на него зол. Вот и наговорил лишнего. Но мы только поругались, клянусь. Я пальцем его не тронул. Ради денег Суслик Зубра загрызет. Тем более ради таких денег. Да понятия я не имею, откуда у него эти деньги. Тем более, где он их хранит. Они с Галкой такие скрытные всегда были. В сарае собственной дачи убили заведующего швейной мастерской Василия Боброва. Нашел тело убитого и вызвал милицию, сосед из дома напротив. Вся дача Бобровых была перевернута вверх дном. Видимо, преступник что-то искал. Недалеко от тела погибшего остался четкий след правого ботинка убийцы. Такой подошвы не было ни в одном милицейском каталоге. Сыщики установили, что убитый был подпольным цеховиком, наладил, пошив джинсовой одежды у себя в мастерской. Незаконная деятельность приносила большие деньги. Незадолго до смерти у Боброва произошел конфликт с Шурином, Олегом Рыбником, инструктором по спортивной стрельбе. Олег просил взаимоденег, а когда получил отказ, грозился убить Василия. Рыбника задержали, но тот категорически отрицает свою причастность к убийству. Жертву перед смертью пытали Рыбник. Да не мог я с ним так поступить, даже если он жмот был. Ужас. Так душно. Его себе мне нехорошо. Врача, быстро! Значит так, Рыбник, сейчас вас отвезут в больницу. Но имейте в виду, если экспертиза подтвердит, что Боброва убили из вашего пистолета, прямо из больницы вы отправитесь в тюрьму. Работники милиции провели эксперимент. Болист отрабатывал на стенде выстрелы из разных видов оружия пулей нужного калибра и сравнивал результаты. Заключение было следующим. Преступник стрелял в жертву не из краткоствольного оружия, пистолета, а из длинноствольного, предположительно, из охотничьего ружья. Через день в реке, недалеко от дачного участка Бобровых, выловили и само ружье. Оно попало в рыбацкие сети. Вы при полномочном Рущенко? Петр Толкнянко. Я тут в дачном поселке, в второй бригаде работаю. Что у вас? Да вот, ружье в сетях запуталось. Руками я его не трогал. И как часто вы здесь рыбачите, товарищ Толкнянко? Практически каждый день, вот под этим мостиком. В субботу были? Был. Возможно, подозрительно что-то видели? Видел. Мужик какой-то, непонятно куда взялся. Что-то в речку кинул. Все рыбу распугал. Мы с мужиками живым кормом целую неделю сомиков подкармливали. А он, как булькнул, пришлось домой идти. Как он выглядел? Темно было. Хотя, когда мимо фонаря проходил, со спины видел. Куртка на нем защитного цвета была, как у военных. Как у военных. Найденное в реке ружье проверили по милицейской картотеке и выяснили, это оружие уже фигурировало в деле об убийстве. Этот неизвестный застрелил капитана милиции Ивана Лозу из его охотничьей двухстволки. Портрет составили со слов 17-летнего пасынка Лозы. Он был свидетелем убийства. Угрюмов решил поговорить с парнем. Возможно, он припомнит еще какие-то детали, не указанные в протоколе. Меня зовут Валентин Николаевич Угрюмов. Я майор уголовного розыска. Саша Варламов, студент. Студент. А на кого учишься? На историка. А на втором курсе хочу перевестись в Москву, на режиссерское. Саш, тут вот такое дело. Преступник, который убил твоего отчима, совершил еще одно преступление. И в интересах следствия... Майор предполагал, что эти два преступления объединяет не только оружие. Он считал, что и Лозу, и Боброва убил один и тот же человек. Ну, я расскажу, что помню. В тот день к отцу пришел его приятель. Они праздновали 23 февраля. Ну, а я ушел в комнату готовиться к поступлению. Пару раз за вечер я заходил на кухню, чтобы приготовить чай. Ну, все было нормально. Они шутили, вспоминали молодость. То есть, я так понимаю, пили они долго. А мать где была? На дежурстве. Она диспетчер. Пили. Примерно через два часа Александр услышал шум битой посуды и встревоженный забежал на кухню. И отец очень громко кричал, что жена его друга, она гулящая. Тот очень сильно разозлился и началась драка. Паренек полез разнимать взрослых и сам получил удар в лицо. Лоза побежал за своей двустволкой и наставил ее на гостя. Но тот выбил оружие из рук пьяного капитана и застрелил его. А потом, потом он направил ружье на меня. И я начал его просить, чтобы он не стрелял. И он забрал ружье и ушел. В милиции я помог составить фоторобот, но, как видите, убийцу так и не удалось найти. Саш, скажи, а ты больше этого дядьку не видел нигде? Все-таки внешность приметная. Один этот шрам на лице ужасно чего стоит. Да нет, не видел. Точно, я бы его сразу узнал. Ну что ж, спасибо тебе. Бывай. До свидания. Разрешите? Да-да, входи, Леш, входи. А Лоза-то наш преступником оказался. Незаконно переделал свое ружье под другой патрон. Так нам это на руку. На этом ружье у нас завязаны два трупа. И именно эта переделка делает его уникальным. Да, скорее всего, выведет нас на этого кореша Лозы. Вот откуда мне это лицо знакомо? Где-то я его видел. Вот эти брови сросшиеся, этот шрам жуткий. Подождите, а ведь Твербак говорил о том, что наш преступник был одет в куртку защитного цвета. Возможно, он из военных? Возможно. Стреляет прицельно. Да. Кстати, пришли ответы на мои запросы по поводу ботинок, следы которых мы обнаружили на месте убийства Боброва. Так вот, внешнеэкономторг сообщает, что ботинки с подобного рода подошвой в СССР не закупались. А вот Министерство обороны, Леша, сообщает, что это военные берцы Чехословацкой армии. Время отечественной? Афганской, Леша. Афганской. Полевые ботинки и сапоги советских солдат в условиях горной местности Афганистана быстро изнашивались. Поэтому солдаты часто покупали себе кроссовки или берцы, и именно в такой обуви участвовали в боевых операциях. Берцами Чехословакия снабжала Дружественную Союзу Афганскую армию. Некоторые солдаты покупали берцы не только для себя, но и потом привозили в Союз на продажу. Военнослужащие в Афганистане получали в месяц три оклада. Рядовой 21 рубль, а офицер 750. Были и те, кто многократно больше наживался на войне. Офицеры снабжения большими партиями везли в Афганистан водку и картошку, а оттуда шелковые платки, ковры, японскую технику, одежду, шубы. Через два часа у оперативников уже был список всех воинов-интернационалистов, которые вернулись в Краснодар из Афганистана. Опер-уполномоченный Марущенко по очереди встречался с каждым из них. Интересующую следствие информацию он получил от рядового скрынника. Я, собственно, по какому поводу хотел с вами встретиться. Скажите, вам этот след знаком? Да, я хорошо знаю этот след. Это чешские берцы. Недалеко от Кандагара пески. Именно по отпечаткам мы определяли, прошли свои или чужие. Скажите, вы после увольнения привозили в Краснодар такие? Привозил. Я, когда впервые попал на побывку, друзья все засматривались на мои берцы. Ну, я прихвастнул, мол, могу с Афгана каждому привезти. Вот и по дембелю купил четыре пары. Но вы не подумайте, я не спекулянт, просто с Наташкой хотели свадьбу сразу сыграть, и нужны были деньги. Я понял. Скажите, а кому вы привозили берцы 45-го размера? Коля Васильченко. Это друг моего детства. И еще одни. Одному БХССнику. БХССнику. Фамилия у него. Как же его? Сулыма. Сулыма. Обладателями чешских берцев 45-го размера оказались два человека. Оперативники начали проверять их алиби на время убийства. Сыщики выяснили, что Васильченко в субботу и в воскресенье был в Ленинграде. Ездил к невесте. Что касается Сулымы, который уже отдавал показания по делу Боброва, сыщики решили не играть с ним в открытую. Майор Угрюмов по своим каналам навел справки об оперативнике и узнал, что Сулыма входил в состав группы, которая расследовала махинации с тканью на швейной фабрике. Проходил по этому делу и Бобров. Угрюмов предположил, что Михаил Сулыма в ходе расследования мог узнать, что заведующий мастерской организовал подпольное производство и затем использовать эту информацию в своих корыстных целях. Правда, была в этом предположении одна несостыковка. Исходя из уникальности ружья, можно с уверенностью заявить, что незнакомец, убивший твоего отчима, и убийца Боброва – это один и тот же человек. Но как быть с незнакомцем, которого ты нам описал? Что-то ты темнишь, парень. Да вы чего? Я вам все честно рассказал! Правда! Путаешься в показаниях. Вот смотри. В протоколе указано, что убийца ударил тебя три раза. А в институте ты мне сказала, что он ударил тебя всего лишь раз. Да я уже, я уже почти ничего не помню. Хорошо, допустим. Как быть с незнакомцем? Я вот все думал. Кого же он мне напоминает? А вот недавно… Жена Угрюмова попросила мужа взять в милицейской библиотеке несколько номеров журнала. Советский экран. А журнальчик-то интересный. Я и сам его полистал на досуге. И ты знаешь, что я заметил? Что если убрать шрам и сросшуюся бровь, то получается вылитый советский Робин Гуд. К началу 80-х в послужном списке артиста Бориса Хмельницкого было два десятка ролей в кино. Но зритель знал его в первую очередь как актера из фильма «Стрелы Робин Гуда». Робин Гуд! Мужественные черты лица и голос Хмельницкого завораживали миллионы советских женщин. Перенеси меня на тот берег, святой отец. Вода холодная, а мне так не хочется купаться. Хотя они и не подозревали, что на экране Робин Гуд разговаривает голосом другого актера. Из-за легкого заикания Хмельницкого его персонаж озвучил другой актер. Ты не знаешь мой обычай. Я без гостей за стол не сажусь. После успеха фильма о Робин Гуде актера заметили и на Западе. Его фото появлялось на обложках журналов о кино. А в 1982 году Борис получил предложение из Голливуда. Но власти запретили советскому актеру сниматься за рубежом. Ты что же там? Киноман несчастный. Дурачить меня вздумал? А ну быстро всю правду говори! Да вы чего? Значит так. Даю тебе ровно пять минут на размышления. Угрюмов воспользовался уловкой. Оставил языка в кабинете возле телефона. А сам заранее организовал прослушку аппарата. Алло, кто это? Дядя Миша! Да это я! Я в милиции. Они, они знают. Они, они все знают. Они поняли, что это я затвердил Батю. И что вы его ружье. Выреживайся номером. Дядя Миша! Значит дядя Миша. А Сулыма-то у нас как раз и есть. Михаил Иванович. В тот же день за оперуполномоченным ОБХСС Сулымой было установлено наблюдение. Угрюмов понимал, что Михаил опытный оперативник. Он знает, как заметать следы. Угрюмов хотел, чтобы преступник сам привел его к украденным деньгам. В сарае собственной дачи убили заведующего швейной мастерской Василия Боброва. Нашел тело убитого и вызвал милицию. Сосед из дома напротив. Вся дача Бобровых была перевернута вверх дном. Видимо, преступник что-то искал. Недалеко от тела погибшего остался четкий след ботинка 45-го размера. Позже сыщики определят. Это оттиск чешского берца. Через несколько дней в реке найдут охотничье ружье. Экспертиза установит, именно из него застрелили Боброва и не только. Девять месяцев назад из этого же ружья был застрелен милиционер Лоза. Убийца так и не был найден. Пасы на Клозы Александр выводят майора Угрюмова на нового подозреваемого – оперативника ОБХСС Михаила Сулыму, у которого есть чешские берцы 45-го размера. Несколько дней оперативник занимался рабочими делами. Ничего подозрительного. И только во вторник произошел нестандартный контакт. Сулыма появился в городском комитете по физической культуре и спорту. Что-то вы затянули. В воскресенье у нас уже отъезд в ГДР. Или вы передумали? Ну что вы, Иван Федорович, нет, конечно. А Нечка с нетерпением ждет этой поездки. Здесь ровно 15 тысяч рублей. Сулыма, спокойно! Оружие на стол. Руки. Руки, я сказал. Майор Угрюмов настраивался на долгие разговоры. Он был уверен, Сулыма с его опытом оперативной работы так просто не заговорит. Но майора ждал сюрприз. Вы просто не понимаете, что натворили. Угу. Вы убийца, майор. Я? Сулыма, а вы ничего не путаете? Теперь моя дочь не попадет на лечение. Ничего не понимаю. Что это значит? Папочка, а через сколько месяцев Новый год? А почему ты спрашиваешь? Я бы написал Деду Морозу письмо. Там бы снова ходить. Как думаешь, он исполнит? Даже не сомневайся. А давай чайку выпьем. Давай. Год назад его дочка попала в аварию. Москвич его тестя столкнулся с грузовой машиной. Дед скончался на месте. Анечка выжила, но стала инвалидом. Мишка, сколько лет, сколько лет, сколько зим. Как здесь? Да так проходил. А что с малой? Да что-то с позвоночником. Врачи ничего сделать не могут. Ты помнишь? Два года назад Костюков на тренировке у меня поломался. Тоже лежачим был. Спортсмен, у которого был сломан позвоночник, не мог ходить больше года. Но 12 месяцев назад Ермолин узнал об экспериментальном методе лечения переломов позвоночника, ГДРовского профессора Штраубе. Ермолин добился, чтобы спортсмену организовали поездку. В ГДР парень на каталке поехал, а уже через полгода вернулся на своих двоих. Ого. Спорт-то, конечно, ему уже нельзя, но все же ходит. Как туда попасть? Я тебя познакомлю с Борисовым. Он курирует эту программу. Это закрытая программа, но я думаю, что мы что-то придумаем. Борисов этот полным подлецом оказался. Запросил взятку 15 тысяч рублей. Да моя кооперативная двушка всего 6400 стоят. Анечка в ее нынешнем положении и дня в общаге не протянет. Поэтому я решился на это. Оперативник ОБХСС давно присматривался к знакомому по стрельбе Боброву, замечал, что тот живет непосредством. А когда завели дело на раздобучка и начали выяснять, кому тот сбывал украденную ткань, то среди прочих всплыла и фамилия Боброва. Только оперативник решил не включать эту информацию в рапорты и отчеты, а самому взять цеховика в оборот. Капиталист, богач, разжился на народном добре, и деньги его заработаны нечестным способом. А вы у нас, значит, этакий добренький Робин Гуд. Грабите богатых, а потом убиваете. Да не собирался я его убивать. Деньги только хотел взять. А он умер. Жек, ты давай это, ты слышишь? Ты не умирай. Черт. Вот паскуда. А жизнь не клялся, деньги в доме. Цеховик соврал вымогателю. Денег в доме не было. Суламе пришлось перерыть не только весь дом, но и все подсобные помещения, прежде чем он нашел спрятанные на даче деньги. Выбросить двустволку преступник решил в реку. Сулыма был уверен, что оружие не найдут. А если когда-то и выловят из воды, то выяснят, что из этого ружья неизвестный мужчина семь месяцев назад застрелил капитана Лозу. Ну, допустим. Оружье. Незаконное оружье Лозы. Откуда оно у вас? Последнее время мой школьный приятель еще по школе милиции, Ваня Лоза, стал сильно закладывать. А Сашку его я еще с детства знал. В нетрезвом состоянии Иван Лоза себя не контролировал. Он гонял жену и бил пасынка. И в один из таких дней случилось непоправимое. Сегодня 23-е. Отметь с батей. Это много, я столько не выпью. Все братья. Никто меня не уважает. Да ну даже! Пей давай! Дядя Миша, спасибо, что ты приехал. Я убил его. Тихо, тихо. Успокойся. Я убил. Успокойся. Что случилось? Он начал меня бить. И это... Это как-то случайно вышло. Я не хочу... Не хочу в тюрьму. Тихо, спокойно. Не сядешь. Если сделаешь, как я скажу. Скажи, что его приятель застрелил. Поссорились они. Понял? У тебя какая группа крови? Вторая. У оперативника была третья группа крови. Чтобы запутать следствие, он решил оставить возле тела кровь другой группы, чем у убитого и его пасынка. Скажешь, кинулся их разнимать, тебя случайно ударили. Ты отлетел к стенке. Понял? Теперь по деталям. Как зовут вашего физкультурника? Анатолий Михайлович. Тихо. Теперь так буду звать вашего гостя. Понял? Теперь по внешности. Запомни, напиши его. Но напуганный Александр никак не мог запомнить внешность мужчины на фото в журнале. Не смогу. Это вас можешь описать? Мельницкого? Да. Они не узнают. Спокойно, не узнают. Тихо. Если скажешь, что у него шрам через все лицо, сросшиеся брови и волосы с проседия. Держи. Орудие убийства Сулыма забрал с собой и спрятал. Вдруг еще пригодится. Жалко пацана стало. Да не виноват он в том, что его отчим с катушек слетел. А Рыбника, значит, не жалко. Его-то зачем собирались подставить? Да не собирался никого подставлять. Когда Бобров умер и началось уголовное расследование, я решил перевести подозрение на Рыбника. Тем более, что тот сам при свидетелях грозился застрелить своего Шурина. Да и некогда было мне Рыбником заниматься. Он взрослый, сам выпутается. Мне нужно было Анечку свою спасать. Ну что ж, вот все и сложилось воедино. Майор Угрюмов добился того, чтобы восьмилетнюю Аню Сулыму обследовали и прооперировали в Харьковском институте позвоночника и суставов имени Ситенко. Операция прошла успешно. Девочка начала ходить. Вот только пройтись по улицам родного Краснодара с отцом Аня смогла только через 12 лет. Такой срок получил экс-работник АБХСС Михаил Сулыма. За убийство, вымогательство, незаконное обращение с оружием и сокрытие особо важных улик. Максим Варламов, парень, которого прикрывал оперативник Сулыма, также оказался за решеткой. За непредумышленное убийство ему дали три года. Суд учел тот факт, что на момент совершения преступления он был несовершеннолетним. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok